Всем доброго времени суток! Сегодня 20 сентября, канал Изимани Хочу рассказать по тематике Амазона Небольшую сделать ремарочку Огромное количество людей ко мне обращается по этому каналу Непосредственно новичков, естественно Новичков у них, естественно, самая главная задача это выбрать товар Самая большая проблема Каждый надеется выбрать товар И что ему попрет в первых продаж Сразу будет результат Желательно, естественно, хороший Другого результата, я думаю Когда вкладывают люди деньги, не рассматривают Это большая проблема На мой взгляд, много я прочитал по этому поводу Недавно статью очередную прочитал По поводу выбора товара Ну, скажу свое мнение По этому поводу Можете соглашаться, можете не соглашаться Но опыт у меня там невеликий, понятные дела Ну, это опыт невеликий только по Амазону По всему остальному достаточно опыт Имеет чем поделиться, так скажем Если мы выбираем товар На начальной стадии Мы, естественно, берем по каким-то определенным критериям Я уже говорил, там, чек-листы Какие-то объективные показатели Ну, на самом деле, эти объективные показатели Это очень такая заветеватая вещь Потому что мы реально объективно оценить и не можем Хотя нам кажется, что мы можем Мы можем, мы в порядке Мы вот заходим там, я не знаю, в спортивные товары Выбираем какой-то товар Сейчас даже выберу Потому что я вчера как раз занимался спортом Точитней сюда По-моему, вот это вот Здесь много достаточно Естественно, там йога темы, все остальные Вот, можно что-то выбрать Например, возьмем группу йога Возьмем эти маты несчастные Которые реально Блоки, кстати, плохо продаются Ну, вот, например Ну, это сумки Сумки тоже не очень Маты Вот у нас маты Берем, копируем Вставляем Старую открываем окошку Бам-бам, маты Потому что Ни то работать, ни одна программа не будет Ну, я скопом Покажу вам сейчас, на данный момент, какие продали Показывают маты Ну, мягко говоря, они слабые То есть, вот люди продают 100 штук где А этот пример я показываю Основываясь на то, что Очень у нас много зонтаков Я вот честно могу сказать к себе Скептически в этом отношении отношусь Потому что Амазон это Так скажем Работа в какой... Мы работаем просто в какой-то программе Да, здесь есть, конечно, конкуренция Здесь есть какие-то экономические Показатели Все вот эти вещи Но в любом случае Амазон завтра придумает новые правила И мы работать не сможем Или сможем как-то по-другому В последние дни у нас там Надо на упаковке Мадынчи написать Надо писать содержимое в коробке Людей уже за это наказывают Вот, то есть Ну, они в одном порядке В одностороннем порядке Могут поменять условия как угодно То есть, это чуть-чуть такая Мини-модель Настоящего бизнеса, так скажем Ну, по поводу товара Можно выбрать вот такую нишу Неважно, пускай это будут не маты здесь Просто я показываю цифры в день На данный момент я в последнее время На Басили Рэнк вообще внимания не обращаю Просто ради удобства Смотрю просто на продажу Во-первых, хочу заметить Что любые вот эти программы Любые Jungle Scout Scope Смешер Все это просто программики Это вот на компьютере написаны какие-то цифры Им доверять на 100% абсолютно нельзя Ими можно просто воспользоваться И другими косвыми показателями Уже потом анализировать То есть, для широкого диапазона выбора товара Они полезны Но когда вы уже выбираете Там, я не знаю, последнюю пятерку свою Там, последнюю, там, тройку Или единичный свой фактически товар Это уже нельзя только полагаться на эти цифры Много достаточно других показателей И опять же 50% будет зависеть просто от удачи То есть, я, по крайней мере, вижу, слышу Читая огромное количество чатов Я знаю точно, как минимум Несколько десятков товаров Как у людей продаются Я знаю Человек, там, 50, как минимум И слушаю, и читаю их А то и сотни Вот, реально, кто продает на Амазоне В любом случае Ни у кого халявы нет А если у кого есть продажи То, как правило, это вот человек попал Но все остальные пашут, работают И далеко не у всех все получается Здесь мы берем по поводу товара Вот у нас ниша, в принципе, очень лакомая Интересная Можно, конечно, там, тренды посмотреть Но мы это делать не будем В других видео, как бы, более подробно об этом рассказываем Я просто расскажу вам По тактике Для меня лично Очень важно Я много сейчас почитал Мне прямо, честно могу сказать Со многим очень сильно не согласен Вот И очень много, как мне говорят Я видео затягиваю Ну, не знаю Я пытаюсь донести и суть Может быть, не очень быстро Смысл такой На данный момент я выбираю товар Не со стороны товара Как он продается Какие там есть показатели и так далее Да, я выбираю ниши Смотрю в этой нише Вот средний показатель на этой странице На сколько продаж в день Я так понимаю Восемьдесят девять Средний продаж Ну вот Другая ниша будет Сорок здесь продаж Ну, на калькуляторе можно почитать Я думаю, такая цифра будет То есть Этот Амза скаут Он считает Считает по-разному Бесли Рен К чему внимания обращаю Но в разных группах Он будет цифры Одни и те же, например Тысяча сто восемьдесят девять А продаж будет здесь, например, девяносто Или, например, двадцать И за это я просто смотрю На показатель вот этого Потому что Все эти программы Они отталкиваются От изменения остатков И По определенным Ключевым точкам Высчитывают Изменения Бесли Ренка С изменением количества Остатков Вот И получается Разный Бесли Ренк А цифры То есть Одинаковый Бесли Ренк А цифры разные Из-за этого я на них И не ориентируюсь А смотрю на вот эти программы Потому что они все равно Все группы одинаково Анализируют Вот С одинаковой ошибкой Так скажем Ну вот Из-за этого я выбираю товар Выбираю товар Выбираю товар Исключительно По своему бюджету Если у меня бюджет Там я не знаю Десять тысяч долларов плюс Я выбираю одну группу Если у меня бюджет Тысячи долларов минус Я выбираю другую группу Если у меня там Как у всех Бюджет там До трех-пяти тысяч долларов Мы находимся в самой То есть вот От нуля до пяти тысяч долларов Это самая высокая конкуренция Потому что Все примерно готовы Вложить эти деньги Потому что У людей Больше денег нет Не хотят рисковать Больше денег Хотят попробовать Соответственно Если это Основная Основная стоимость Здесь уже разница В количествах остатков То есть Если дорогой товар Водимый будет Количество остатков Маленькое Если дешевый То больше остатков Те люди Которые уже тратят Бюджеты больше У них конкуренция Будет ниже У них будет ниже цена У них будет Больше возможностей на маркетинг У них будут специфические товары И так далее Соответственно Если мы рассмотрим группу До пяти тысяч долларов Тут самая жара начинается И не важно Какой вы возьмете Потому что в любом случае Все примерно одинаково думают И вот когда люди пишут о том Что неправильно Сразу много товара привезти Ну емае Ну это просто смешно А крупным брендам Тоже надо пробовать А серьезным компаниям Тоже надо пробовать То есть надо там О какой-то количестве Привезти золотую середину Да никто так не работает Это разговоры Именно исключительно О бизнесе Там одной вещи Когда человек Там собирается Вложить последний Продать свою машину Я не знаю Велосипед Мопед И вложить этим Три тысячи долларов И зарабатывать С них тысячу долларов В месяц И уйти с работы Если так рассуждать То да То есть Я понимаю Что огромная часть людей Именно за этим и делают Чтобы уволиться с работы Жить на даче Я не знаю И зарабатывать Там с одного С двух товаров По тысяче Там по две тысячи Долларов в месяц Если это так То да Я согласен Что человек Выбирает Супер Там я не знаю Там год Выбирает этот товар Наконец он зацепился С первой попытки Пускай не получилось нормально Там со второй Получился И все Вот он на этом зацепился Зарабатывает И тупо прибыль Все проедает Это уже не бизнес И рано или поздно Этот бизнес На мой взгляд Закончится Бизнес должен Или расти Или падать Чудес не бывает Нельзя поддерживать И надеяться На то что Амазон опять Не помет Какие-то правила И кто идет Вот ради этого Ну я не знаю Но это так скажем Горизонт у вас Очень короткий И в этом отношении Вы скорее всего Будете как там За покерным столом Прогреш в конечном итоге На начальном этапе Может у вас Уигрыш будет То есть вам Или надо будет Развивать этот бренд Серьезный Но нельзя Сидеть просто Вот я слышал Есть люди Которые там Какой-то товар привезли Его стабильно Тысячу долларов получают Но это не серьезно Это странно Липон придет конкурент И вас задушит Просто-напросто Ну мое такое мнение Из-за этого Выбирать золотой Какой-то товар Ну это Честно могу сказать Это не бизнес какой-то Это какая-то Ну детский лепет какой-то Я не знаю Если мы берем Любой бизнес На мой взгляд По крайней мере Амазоновский Я вижу Две простые стратегии Достаточно простые Первая стратегия Заключается в том Что вы просто-напросто Берете Не кастомизированный Вообще Не важно какой товар Абсолютно Да там Пробили патент Или еще что-то В этом случае У вас риски Не такие уж и велики Ваша задача Взять какой-то товар Не важно Какое количество 100 200 Чтобы получить Максимально низкую цену Естественно Надо провести Гранатные переговоры Чтобы получить Цену Ну хотя бы Как за 500 Желательно Как за 1000 товаров Потому что Надо объяснить Китайцам Что Нашим китайским Друзьям В кавычках Что это Тестовый товар И если будет Высокая цена Тест провалит Если они заинтересованы Надо естественно Брать много Посточков Ну пытаться Пытаться получить Нормальную цену Потому что там Цена имеет Огромное значение То есть предположим Вы получили Все более-менее нормально Можете за счет Своей маржи Сделать оптимальную Нормальную цену То есть первая тактика Заключается Достаточно Тривиальным способом То есть Привозите вы Получили образцы Сделали классные фото Сделали классный Листинг Это обязательно Для обоих тактик Это обязательно Без этого Не будет у вас Ничего никогда Потому что Здесь мы продаем Не физический товар А виртуальный По большому счету И человек Не может его пощупать Он может только Увидеть его на фотографии А описание Может помочь И при севу Продвижении И одновременно При объяснении Что это за товар Какие задачи Он выполняет Какие функции Он служит Вот Мы берем То есть По поводу листинга Мы закрываем вопрос Его надо сделать Обязательно качественно Профессионально Сами вы сделаете Намете людей Это не так дорого стоит Это каждый делает Выбор сам Соответственно Мы берем Некастомизированный товар Пускай даже Или кастомизированный Если там Время много не тратит Почему некастомизированный Идея такая Берем Предположим Ну меньше 200 Это вообще Совсем мало Там 200-300 штук Любого товара Привозим на Амазон С первого дня Мы естественно Начинаем раздачу Не забывайте Что вы должны Определить свой бюджет Сколько вы готовы Раздавать Потому что У нас происходит Такая ситуация Что Товар мы раздаем 300 штук Предположим Мы раздаем День по 10 штук Желательно раздавать Например у них У нас вечер У них утро У нас утро У них ночь Вечер Желательно раздавать Вот свои раздачи Разделить на две части То есть вечером У нас раздать И утром у нас Чтобы у вас были Более ритмичные продажи Не делайте Раздачи сразу В один день И не делайте так Что у вас сегодня 10 обзоров Там 50 обзорчиков Вы 50 товаров сдаете Потом неделю Там мерзает То есть вы определите В день 10 штук 50 штук У кого какой бюджет Какие товарные запасы Мы берем Именно Некастомизированный товар То есть некастомизированный Это без приват лейблов Без упаковки То есть максимально дешевый И он максимально быстро К нам добавится На остатки Если у нас Первая партия пройдет хорошо То есть на стоках У нормального производителя Или он может быстро Это сделать Или вообще на остатках лежит То есть нам надо будет Просто тупо Пойдет продажа Если не дай бог Мы соответственно пишем В течение недели Мы практически без перебоя Успеем Некастомизированную Вторую партию Уже более крупную привезти Идея вся в этом А уже третья Уже третья Когда у нас временной запас Уже будет Мы уже можем кастомизировать Ее изменять Улучшать там и так далее На начальном этапе Можно продавать то Что предлагает завод Если это качественно Если нормальный продукт То есть мы привезли Вот эти 300 штук Мы начинаем раздавать Определили что Где мы будем Раздавать по 10 штук На первой странице Куда мы двигаемся Мы выбрали заранее Одну ключевую фразу Одну определенную То есть через которую Будет идти продажа У каждого товара Как правило Как правило Несколько таких фраз Вот у моего товара Например Блин ну я не знаю Ну с десяток То есть реально На которой я бы На любой бы хотел Быть на первой странице Вот С десяток То есть каждый должен Подготовиться заранее Чтобы не распылять Своей силой И вот эти ресурсы У вас простая задача Это выйти на первой странице Постараться И получить органические продажи Даже более точно Если сказать А органические продажи Как бы Ну Происходит у нас В основном На первой странице То есть привозим Эти 300 штук Запускаем Раздачу Раздача Не надо путать Раздачу и отзывы Раздача И отзывы Это вот Пользу бедных Есть компании Которые тупо На раздачах Зарабатывают Ну в смысле С нас Там Зонбласт Там сколько там 370 долларов Минимальный тариф И 2,5 тысячи Максимальный Из-за этого Раздача Стоит тоже денег Если вы раздаете Большое количество Но это относится К второй тактике Агрессивной А спокойной тактике Именно тактика Видео теста Заключается Исключительно в том Что мы привезли Это некастомизированный товар Начинаем раздавать И раздавать Надо обязательно Будьте внимательны Каждый день Систематически Не надо никаких провалов У вас не должны быть Никаких дырок Что вы там Не нашли кому раздать У вас нет Это как бы Опять в пользу бедных Вы должны поддерживать Обязательно продажи Стабильно У вас первые 2 недели Вам дается Так что Там неделя Льготного периода За который вы можете Зацепиться За эту первую страницу Практически на халяву С минимальным затратом Но надо тоже понимать Если у вас товара немного Если у вас небольшой бюджет Не надо лезть в самые топы В самые продаваемые Где там максимальное количество Запросов Первой страницы Выберите средний вариант Даже выберите Главное выбрать ту Так скажем Первую страницу Куда вы реально можете дойти То есть Выберите ее И давайте Свой динамический Супер URL Всем на раздачу Раздавайте Фейсбук В фейсбуке Можно за деньги раздавать Раздавайте через Топ-ревьюеров Там сложно За деньги раздавать Могу сразу сказать Можно за деньги раздавать Но просто У вас за цент В 5 раз 10 Больше людей Чем например За доллар Вот То есть Ну разные конечно Естественно товары Я просто в принципе говорю То есть топ-ревьюеры Они видимо Очень крутые Ну По большому счету Они такие есть То там на первых Там 100 Там 200 страниц Мне вообще там До свидания писали Да и все Потому что Одна мне тетя написала Что у нее 300 левью В этом месяце уже есть Она мне только в фейсбук Смогла засунуть Отзыв мой И там на свой сайт Так что у них тоже есть ограничения Они товары Не берут Очень часто Чем круче В фейсбуке Люди попроще Есть просто покупатели Платные сервисы Я лично Толком не пользовался Можно туда тоже закидывать Там есть Льготный период Бесплатно Но единственное Карту надо привязывать Отвязывать Все это грамотно делать Ну вот Раздаем мы товар Раздать Реально Можно Я раздавал В день Могу сказать По центу На данный момент Ну реально могу Раздать Наверное Средний товар Там в основном диапазоне 15-20 долларов По центу Ну мне кажется В день 50 товаров Можно раздавать Но этим Это надо пахать Конечно Огромное количество Писем Огромное количество Фейсбук групп Очень много Много чего Надо делать Можно и зонбласту отдать Бабок заплатить А можно вручную Сидеть Несколько часов Сбивать Может быть Кто-то это автоматизирует Не знаю Соответственно Мы раздаем Предположим По 10 штук У нас всего их 300 Мы понимаем Что 10 штук в день Мы раздаваем На всего 30 дней Есть вот этот Мы соответственно Уже за 2 недели Должны за 3 недели Определиться Мы соответственно Даем Опять Топ-ревьюеры Они говнистые В плане того Что могут Ревью долго давать В фейсбук Пишите задание Обязательно пишите Что должно быть Прайм Все это проверяете Все Пишите задания Различные То есть Почитайте в фейсбук Письма разные У вас задачи разные Вы раздаете Через этот же фейсбук Смотрите По какой цене Если у вас по центу Вы выставляете У вас там В день по 50 человек Поднимаете 99 центов Доллар 99 Не надо же модиться Вот это вот Когда люди начинают Не успел привезти товары Сразу там По 10 долларов Там он продает Я не знаю По себестоимости Фи Амазона Ну Сразу То есть Надо понимать Что Отзывы отзывами Раздача 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 Сами по себе Нам ротирует товар Это искусственные продажи Которые Амазон фиксирует Как реальные продажи И он двигает нас вверх Не будем мы на первой странице Не будет органики А продвинуться Кроме Кроме фактических продаж На Амазоне Ну я не знаю Много конечно Историй Много Всяких Моментов Но достаточно сложно Через севу продвигаться Реально сложно И не факт Что это вообще продвижение Они по ушам Ездят А вот если вы будете Реально делать продажи В виде даже Искусственных раздач А он реально двигается Вы каждый день Увидите результат Не сдали раздавать Через день Через два Начнете падать Будете раздавать Через день Через два Начнете двигаться Если постоянно Вы постоянно будете двигать И вам двигаться Надо определиться Ну какую первую страницу Надо распыляться Один Динамический Super URL. Все больше надо. Динамическая Super URL генерируется платными сервисами, на которых также можно регентировать бесплатно. Будут вопросы, пишите под видео. Подскажу, расскажу. Соответственно, мы раздаем товар 10 штук в день. 10 штук в день с разными заданиями желательно максимально быстро получить отзывы. Хотя бы там этот десяток. Хотя бы десяток. Потом, как мы получаем первые вот эти 10 отзывов у кого как. Может быть, одновременно у меня в день по 5-10 отзывов бывает приходит. Все зависит, сколько вы раздаете и как товар Амазон доставляет. Потом, как получаем отзывы, сразу запускаем автомат PayperClick. Автомат запускаем и если у вас сразу пойдут продажи, ну, предположим, как у меня были проблемы. Доллар ставлю, показов нет. Два ставлю, показов мало. Три ставьте. Я даже пять ставил, честно могу сказать. Но не надо в резину тянуть. Это у вас тестовый товар. Не надо забывать, не надо путать бизнес с перепродажей товара. Это не бизнес. Если вы хотите перепродавать товар, вон на Авито, привезли сюда, вон себе в сарай там 100-200 позиций, на Авито прилепили или с Алиэкспресса там привезли и с сараи продавайте. Вот это бизнес. Там не надо ни за что платить. Он там через месяц. Потому что надо бизнес понимать, что это надо быстро все прокручивать. Капитал должен вращаться. Если вы даже по доллару будете зарабатывать, и у вас будет огромный оборот, это намного лучше, чем вы будете по 100 долларов зарабатывать, там оборот микрошный. Потому что под 100 долларов любой залезть может конкурент. А под доллар очень сложно залезть. Еще на эти обороты выйти. Соответственно, если мы занимаемся бизнесом, надо понимать, надо проситься этими деньгами, которые вы вложили на начальной стадии. Вот и все. Это не хайпы, не пирамиды, не то, что там бизнес на диване, что вы там, как там в рекламе нам показывают, что там на пляже люди сидят, ничего не делают и продаж сами собой. Да не идут они. Чтобы на пляже дойти, надо сначала отпахать, я не знаю, сколько времени там, или попасть супер там удачно в товар, в сезон, в тренд и так далее. Мы берем, значит, Pay Per Click, запустили 2-3 доллара, набираем статическую. Pay Per Click работает ужасно. Он, это закрытая система, анализа толком нет никакого. Он опаздывает там на двое, на трое суток. Мы не видим ни продаж, ничего. Но деваться некуда. Автомат запустили, если пойдут сразу продажи, продажи у вас фиксируют в кабинете справа, а Amazon вам покажет продажи Pay Per Click через двое, трое суток. Ну, когда как, я не знаю. Бывает у меня по-разному вообще. Мы запустили, нет продаж вообще при полном. То есть, показы есть, клики есть, затраты мы несем, а понтов никаких. Какое-то время мы гоним, гоним, получается, то есть, неделю прогнали, то есть, вот у нас 10 дней. С момента 10 отзывов мы еще 10 дней гоним автомат. Ну, примерно я уже говорю, то есть, вот у нас уже 20 дней. 20 дней, грубо говоря, прошло. Смотрим, предположим, предположим, результата нет. Ну, вообще нет. Мы что делаем? Еще 10 дней у нас, получается, остается, что у нас товар кончился. Мы параллельно, естественно, его раздаем. Мы можем уже не 10, мы можем дойти до первой страницы, там, в течение первой недели и потратить всего 10, грубо говоря, у нас там 70 товаров из 300. Как получится? Все зависит от конкурентов, от того, как на первой странице средней продажи, от кучи моментов всяких. Предположим, мы дошли, то есть, мы уже, у нас уже не месяц, а уже срок увеличился. То есть, у нас задача на раздаче получать, главное, двигаться на первую страницу, это самое главное, продвигаться на первой странице, а не получать отзывы. И не надо там смотреть, вот здесь нет 99%. Раздача – это двигатель. Двигаете свой товар, продвигаете в выборке. На первой странице 80% продаж. Чем выше на первой странице, еще больше у вас продаж будет. Вот. Отзывы, отзывы, на начальном этапе очень важны, но постепенно их значимость уменьшается. Раздача происходит именно для движения товара. Отзывы вы получаете для социальной оценки, для того, чтобы по рекламе вас кликнули, люди прочитали, что вы не какой-то там товар неплохой, что там все-таки люди что-то уже покупали, уже что-то о нем говорили. Вот. Вот для чего нужны отзывы. Отзывы нужны хорошие, закрывать плохие отзывы. То есть, такая вот, такая игра, так скажем. Но они вас сильно там никуда не двигают. Вот. Из-за этого отзывы, то есть, вы раздаете товар, отзывы, это как бонусом идет. 50 у кого продаж, у кого 90, это классно. Но это не основное. То есть, мы раздаем товар не для отзывов. Когда нам в курсе рассказывают, я помню там, рассказывают, что мы там раздаем для отзывов, это неправильно. Из-за этого мы вот куча ошибок и делали. Вы должны ритмично, систематически отдавать определенные колени. Ну, пускай там 10, 8, 7, 13. То есть, в среднем примерно, то есть, вот, выполнять свою задачу и двигаться в нужном направлении. В ту, так скажем, первую страницу, куда вы хотели. Соответственно, мы, получается, pay-per-click пробиваем. Мы сделали 3 доллара. Показов полно, клики есть, ничего не берут. Если берут, классно. Все, заказывайте вторую партию, там еще 300, там 500. В любом случае, не спешите. Постепенно развивается товар. Опять же, можно не кастомизированный. Чтобы, главное, быстро у вас, чтобы не было перебоя. В этом и смысл, почему первый товар можно не кастомизировать. Ваша кастомизация обойдется вам в неделю, в две, перебоев, там, какие-то сложности. А если у вас не, например, та же упаковка закажет, все равно деньги будут вкладываться. Я говорю именно о системе, о стратегии, именно минимальных положений, максимально быстро протестировать товар. Когда мы это сделали, pay-per-click, предположим, заработал, заказывал вторую партию, будем надеяться, вторая, то же самое, делайте кастомизацию. Все, у вас товар пошел. Класс. Уже дальше, дальше другие проблемы, это мы уже дальше будем рассказывать. Потому что я уже говорил, устал, мне каждый раз об этом спрашивают, о выборе товара. Если не пошел товар по pay-per-click, что делать? Естественно, естественно, мы меняем фото, мы меняем описание, мы консультируемся с умными людьми, надеемся. Мы ищем различные варианты, повторяем этот pay-per-click, набираем, опять же, количество отзывов, стараемся максимально быстро. Для чего мы ищем в Фейсбуке, везде даем задание, чтобы был прайм, чтобы людям быстро доставили, а они быстро отзывы написали. Обязательно подключайте со старта продаж эту почту, вот эту вот, чтобы обмен, ну, то есть, отсылали сразу письма покупателям для лояльности, то есть, там, как мы продали, как мы товар доставили, потом напоминалку, чтобы максимальное количество отзывов, какое мы могли бы содрать с этих наших замечательных покупателей, а тем более замечательных обзорщиков, которые у вас товар возьмут, и вы их даже, не то же заставить, вы их даже просить гипотетически можете, потому что правила Амазона, это одно, Амазон всегда прав, смотри, там, правило номер два, смотри, правило номер один, а правило номер четыре, это у них, покупайте в любом случае, правее тебя. Ну, у меня, вот сейчас, на данный момент, пришла одна звезда за отзыв, просто пришла одна звезда, написано, человек написал, у вас не хватает там этого, товара в упаковке, да я почем знаю, я Амазон напишу, говорю, вы занимаетесь доставкой, вы занимаетесь хранением, я при чем, убирайте отзыв, так они уже двое суток думают, на днях мне рефаунд был, пришел, деньги с меня списали, неправильно, я им написал, мне посоветовали, я написал, разобрались, из шести, по-моему, или восьми рефаундов, два, правильно, шесть, они ошиблись, и они мне написали, в течение 45 дней они мне вернут деньги, блин, деньги они мне же списали, я должен с картой им отдавать, или своего баланса, а мне вернут деньги через 45 суток, и еще не бойся рабочих каких, для этого вообще к Новому году, то есть вот работает так Амазон, я не могу сказать, что они зверстают, или еще что-то, но в любом случае проблем много, в упаковках, они там новых правил там напридумывают постоянно, то есть есть проблемы, с этим есть, есть проблемы, надо учиться работать, тем более как новичкам, так и всем остальным, потому что пока мы не станем юридическими лицами, пока мы не дадим наемным работникам именно за этим следить, будем за всем и отвечать, так скажем, штрафовать некого за это будет, чудо, за косяки за всякие, только мы виноваты, получается вот эта стратегия, стратегия касается, если у вас товар, вы все изменили, сделали фото, и опять реклама не идет, нет продаж, клики есть, кликов нет, неважно, клики есть, вы просто на деньги попали, кликов нет, значит ваше фото плохое, значит какие-то еще проблемы, то есть если товар не пошел, может про него забыть, искать спокойно новый товар, или он, надеюсь, он у вас уже есть, вы следующий таким же макаром запускаете, все достаточно просто, на мой взгляд, это такая логика, то есть моя, и эта логика вылезла из примеров многих людей, у всех по-разному, но вот так вот работает, вторая стратегия, вторая стратегия, это как раз, когда разговор идет, что вот там не надо, много привозить, а вдруг не пойдет, но это как-то несерьезно, ну люди, которые готовятся и вкладывают десятки тысяч долларов, они тоже не дурачки, это уже не студент, не школьник, не бабушка с дедушкой, которые там, люди как бы, многие этим товаром занимались, например там, вообще этим бизнесом занимаются, они знают от и до, они знают все проблемы этого товара, я понимаю, что Америка и Амазон это специфика, но они и Амазон ресерс делают, почему есть смысл стартовать с первого дня огромным количеством товара, ну огромный это какой там, ну несколько тысяч хотя бы, две с половиной, там три с половиной тысячи товара, для чего, да потому что истории на Амазоне нет, и если вы начинаете ритмично делать продажи, в среднем там 50, там 50, 60, как Азон Блаз пишет, у них какие-то там волны, то есть Амазон там не просто так нельзя по 50 штук в день раздавать, то есть у этих уже людей или компаний сотнями раздают, я не знаю, у них уже другие задачи, опять не надо у них спрашивать, а сколько же вы отзывов-то получили, я еще раз говорю, отзывы вторично при таких затратах, люди тысячи долларов затратят, там эти отзывы, они параллельно и так идут, то есть если вы будете нормально раздавать, правильно писать письма, правильно с этим работать, они сами с собой придут, это все такие, это достаточно мелочи, из-за этого, когда концентрируют внимание именно на это, ну мне кажется, это будут заблуждения просто элементарные, потому что не хотят рассказывать, какие затраты вы понесете, а затраты, это любой вход в бизнес, это бизнес, то есть если мы занимаемся перепродажей, это вот на ВИТО, там на СЛАН, да я не знаю, то есть я уже видео снял, как с Амазона брать товар бесплатный, народу все равно что-то не нравится, ну доставку мне сейчас написали, там если через ВИЗу, там 1 доллар за килограмм берут, ну не такие уж великие затраты, если уж на то пошло, возьмите на халяву товар, на том же АВИТе передавайте, пишем, как человек уже привез, а некоторые все дизлайки ставят, вот, а можно покупать товар, а можно на халяву брать, можно рюкзаки 40 долларов брать за 4 доллара, там за 3 доллара, вот, так что у каждого своя, ну вот возвращаемся к агрессивной тактике продаж, это многие крупные, многие серьезные, кто заходит на рынок, они во-первых в себе уверены, во-вторых, они многие последними деньгами, кто рискует 20 тысяч долларов, конечно это жесткий вариант, но я надеюсь, что у них как бы есть достаточно подушка безопасности, и они просто кто-то с двух торгуют начинает, а кто-то с 20, просто с 20 рисков, с одной стороны денег потеряется, большую сумму больше, но с другой стороны продвинуться на первой странице, получить бестселлер, то есть сейчас на данный момент тактика такая, что мы берем какую-нибудь слабенькую подгруппу в основной группе, неважно какая, вот здесь например у нас, ну а что тут у нас есть, вот в этой подгруппе, йога мат, ну здесь конечно это неправильно, возьмем тогда вот так вот, да нет, не так, так заходим сюда, первый подряд, вот у них здесь есть, все здесь групп совсем мало, но в матах будет бестселлера сейчас, у меня написано бестселлера, не написано, вот в матах нету почему бестселлера, вот, ну разные товары, в любом случае, вот здесь мы когда бестселлер, будет надпись бестселлер, и возьмем там, я не знаю, ну какой-нибудь, какой-нибудь, может быть здесь чем-нибудь, просто много так подгрупп, сложно сказать, ну вот бестселлер, вот мы заходим к нему, у меня все программки отключены, вот у него значок бестселлер, сейчас посмотрим, какие у нас здесь подгруппы, ну в любом случае, хотя бы две, бывает три, у некоторых даже, по-моему, четыре бывают подгруппы, вот у нас есть основная группа, Common Kitchen, Common Kitchen, огромное количество, ну если мы сюда нажмем, я покажу, Common Kitchen, вот такое количество подгрупп, и в каждой подгруппе есть бестселлер, вот например, этот товарищ у нас здесь, сейчас посмотрим, значок есть, дают бестселлер за эту подгруппу, надо еще проверять, кстати, здесь у нас, вот этот товар бестселлер, дают бестселлер, ну вот, соответственно, Common Kitchen, если мы в Kitten & Dinner, точнее, бета, мы выбираем любую подгруппу, где можно сломать этого бестселлера, то есть самого дохлого выбираем, у кого меньше отзывов, у кого там, ну в любом случае, делаем ресерф, так смотрим, что здесь у нас, есть у него бестселлер, есть, а уже в подгруппе, в подгруппе, вот здесь вот, наверное, уже не будет, так, сейчас проверим, наверное, здесь у него бестселлера нет, тоже есть, ну вот, из-за этого, я говорю, ищем прямо вот самого дохлого, главное, чтобы у нас группа сохранялась старой, кичный димен, а все остальное, прямо вот погружаемся, глубоко, глубоко, и смотрим, вот сколько у него продаж, реально, вот этого чувачка, сколько у него там, 1500, первое место он здесь занимает, ну, надо смотреть, в любом случае, сейчас я не буду на это время тратить, и так, в виде затянки будет, я чувствую, ну вот, мы смотрим, он продает там, там, таких штук, вот в этой группе, вот все конкуренты ваши будут, вот эти все, здесь сам видите, электрическая штука, резиновая, силиконовая, вообще с тремя звездами, то есть, вот они все бьются, ну, а мы, например, выйдем с каким-нибудь там, я не знаю, каким-нибудь шпателем силиконовым, естественно, почему нам обязательно идти в шпателе силиконовое, то есть, мы им просим Амазон, или сразу регистрируем, вот эту группу, хотя мы будем котироваться в Kitchen and Dealing, ну, в этой группе мы будем тусоваться, и если мы сделаем на шпателях 50 продаж в день, выйдем на первую страницу, да мы, я вот, мой товар, реально, я особо ничего не делал, я там на 12-13 месте был, понятно, что перейти с 2-го на 1-й, гораздо сложнее, чем с 20-го, там, я не знаю, до 3-го, ну, и здесь можно его сломать, и получить этот значок, с этим значком, по крайней мере, вот в группе Cake Pop Maker, вы будете, грубо говоря, на первом, скорее всего, Cake Pop Mini Cake Makers тоже будете на первом, ну, нет, он, в принципе, здесь на пятом, ну, как бы ни был, на первой странице вы точно будете, то есть, у вас уже две первой страницы, и в BQ тоже, скорее всего, вы там где-нибудь тусоваться, посмотрим сейчас, где он находится здесь, здесь его уже нет, хотя это на втором месте, но в любом случае, то есть, двигаемся, двигаемся, мы бы с селлера значок получили, халявный, если у вас большие ресурсы, естественно, можно уже лыжи навостриться на те подгруппы, которые реально серьезные, где там биться надо, но вот у него 3,5 тысячи отзывов, как-то это самое, не улыбается, и не улыбается, когда совсем мало, значит, там такой же красавец, как и мы, уже туда зашел, и он будет очень сильно сопротивляться, то есть, надо действительно серьезный ресурс делать, надо брать каких-то средних, засидевшихся в бестселлеры, и аккуратно его пнуть оттуда просто, и все, и поддерживать эти продажи, естественно, бестселлер однозначно дает лояльность больше, однозначно Амазон его двигает, однозначно вам будет в этом отношении проще. Следующий этап у нас, естественно, это первая страница в том запроснике, ну, естественно, мы все хотели бы, например, кичинный день, вот здесь быть на первом месте, но в любом случае, нам же нужны фразы, наша задача быть именно по правильной фразе на основных страницах, то есть, я показал через бестселлер, мы уже по крайней мере одну-две страницы первые получаем, через которые идут в любом случае какие-то продажи, естественно, в каждой группе по-разному, надо смотреть статистики, вот, но все равно мы двигаемся туда, где идут основные наши продажи, где основные идут запросы и количество этих запросов, то есть, мы убиваем двух зайцев одним выстрелом, по крайней мере, мы тратим товар на раздачу, мы получаем бестселлера в легкой подгруппе и заходим на первую страницу, и там, там, с бестселлером, там, с первой страницей, с несколькими первыми страницами, автоматически получающихся у нас, вот, мы получаем все равно органику, да, органика будет в начальном этапе слабой, потому что у нас мало отзывов, да, органика постепенно будет каяться, но опять же, у нас должен быть классный листинг, кто такие бабло вкладывает, они уже профессионалов нанимают, по-любому, и по листингу, и по фотам, вот, если у вас товар классный, нормальный, а чаще всего мы вообще торгуем одним и тем же, и разговоры вести о том, что тут большие риски, что ваш товар может быть, но это не серьезный просто, какой-то, я не знаю, непрофессиональный, как-то мне кажется, потому что если мы все это сделали, качественно этим занимается грамотная команда, по выбору товара, ну деньги-то серьезные кладут, там же не опять, не студенты же этим занимаются, которые в жизни ничего не делал, не знают, он там, например, я не знаю, там на что-то учится, но своего все равно опыта нет, а если занимает целая команда, выбирает определенный товар, и двигает его определенным способом, ну один раз продвинуть, два продвинуть, потренироваться, конечно, надо в любом случае, но если вы найдете таких людей, которые вам в этом помогут, мне кажется, риски здесь уже намного меньше, чем риски выложить 5000 долларов, что вы попадете чудом в товар, и дойдете до первой страницы, я, например, не дошел, вот, я не дошел, конечно, я там, сейчас бы мне это гораздо было проще, сейчас мы с таким же количеством товара будем выводить на первую страницу людей, вот, но посмотрим, как получится, но когда вы выводите 2,5 тысяч, да, это будет стоить больших денег, но можно сэкономить на раздачах, можно много чего сэкономить, когда уже знаешь механизмы, за счет чего, за счет того, что просто даже надо понимать, на каких стадиях, нам же много надо раздавать товар, соответственно, начальному этапу мы, естественно, будем раздавать по центу, потом надо понимать, когда раздавать по 99 центов, когда по доллару 99, по 5,99, это все идет постепенно, и если это все грамотно, немного иметь каналов, раздачи товара, можно серьезно это экономить, на этих затратах, серьезно, вот, и по поводу того, когда вы вышли со значком бестселлер, у вас обалденные фото, я еще раз повторяю, мы в основном, мы же ничего нового не придумываем, мы везем тот же самый абсолютно товар, бывает даже и поставщики у первого номера, такие же, как и у нас, ну, то есть, все одно и то же, только у него названо, Вася, а у нас Петя, вот, мы, да, вкладываем деньги, наша задача сначала выйти, мороза и много, потом мы, когда уже дошли до того места, куда мы хотели, особенно по значку бестселлера, мы, естественно, начинаем тормозить уже раздачу, раздачу делаем максимально дорого, чтобы затраты, мы поддерживаем продажи, но уже без затрат, потому что не забывайте, каждая раздача стоит минимум 4-5 долларов, вот, продажа стоит денег, раздача стоит денег на Амазоне, вот, так что это надо не забывать, и наша задача максимально быстро сократить эти затраты, потому что они сжирают просто, и Амазон каждые 15 дней требует их компенсации, а органики-то на начальном этапе не будет, с чего она ради будет, единичные товары, которые сразу продаются, единичные, основная масса, кого я знаю, там, я не знаю, 1 к 10, даже такого показателя нет, что человек привез, и сразу в продаж пошли, наверное, человек 30 к 1, у которого 1 пошло, а у 29 не пошло, а человек, который вывел на первую страницу, значком бестселлер, с обалденным входом, с обалденным описанием, с аналогичным товаром, с хорошим бюджетом на продление, потому что, как говорится, очень часто такая ситуация бывает, кто быстро поднимается, тот быстро и падает, но мы даем обзоры, у нас достаточно быстро увеличилось количество отзывов, мы становимся все более и более, то есть нам надо продержаться там 1-2 месяца, а там уже будет видно, да, есть риск этих потерять, эти 10-20 тысяч долларов, ну, по крайней мере мы, ну, короче, если делать бизнес, надо думать не о затратах, о вложениях и всем остальном, а надо понимать цели, у нас цель одна, получить бестселлер, получить желательно там 1-2-3-4 место на той странице, которую мы хотели, желательно несколько таких страниц, но это все от бюджета опять же зависит, и уже там с хорошим листингом, с хорошим товаром, в принципе успех очень высокий, очень высокий, но если вы не дошли, остановились на второй странице, можно плакать и сидеть, и рассказывать, как вам не повезло, и вы просрали деньги, но если вы были в бестселлерах на первой странице, поддерживали бюджетом, поддерживали эту органику, постепенно подцепляли там внешний трафик, мне кажется, вероятность успеха гораздо больше, конечно, напишите в комментариях, кто с этим не согласен, почему, я с удовольствием обучаюсь, с удовольствием учусь, и общаюсь с любым человеком, на данный момент у меня такой опыт, опыт этот связан не только с Амазонами, надо зацикливаться, что я здесь, например, им занимаюсь 3 месяца, так сказать, вот я всю жизнь этим занимаюсь, просто Амазоном 3 месяца, это да, вот, так что, в принципе, видео было такое, это немножко наболело, плюс очень много вопросов по выбору товара, подскажите, какой товар, какую группу, и все остальное, выбирайте товар, самый класс, это если вы знаете, чем ты всю жизнь занимались, специалист в какой-то сфере, или у вас какое-то есть хобби, и вы знаете, хороший товар, вы проанализированы на Амазоне, он хорошо продается, и вы знаете, как его реально можно улучшить, и прочитав отзывы отрицательные, вы знаете, и как реально с этими, как исправить этот продукт, чтобы было этих отрицательных отзывов меньше, и сделать упор на это, это реально работает лучше всего, мне кажется, потому что есть классно продаваемый товар, но с недостатком, вы недостаток выбираете, вопросов, мне кажется, не может быть, то есть с минимальными продвижениями, то есть вопрос, сколько мы затратим на продвижение, не вопрос в товаре, не вопрос, как нам повезет, кто рассчитывает на везение, это не бизнес уже, вот, кто рассчитывает на то, чтобы минимизировать риски, горизонт там, бизнеса и всего остального, тот действительно добивается, мне кажется, успеха, пускай и не с первой, второй, там, неважно, попытки, Просто надо понимать, анализировать свои ошибки Анализировать ошибки других И положить на опыт то же самое Соответственно, если вы можете изменить Улучшить классный продукт, ну класс Если вы сможете просто к продукту прибавить упаковку Это фигня Если вы сможете классно Этикетку бренд нарисовать По сравнению со своим конкурентом Ну это тоже как мертвый припарк Если вы ничего вообще сделать не можете Товар, ну улучшить просто нереально Вот стакан стоит, тумблер, как его улучшить Ну бренд на нем напишешь Ну блин, вот человек его покупал Он этот бренд знает Я на ютубе смотрел обзоры по тумблерам Там прям штук 6-7 было Они там лед клали, там на солнце Не помню, там через час, через 6 Через 12 часов приходили Воду замеряли, термометр Вот, то есть это уже известные бренды Они там на Амазоне продаются Чем вы можете удивить? Названием, маркой, да вообще ничем не удивить Столько можно удивить в этом случае К сожалению ценой Но биться ценой с монстрами Которые же продают много Это утопия То есть они, даже если будут по вашей цене продать Все равно у них будет цена дешевле При любом раскладе То есть они всегда могут опуститься ниже вас Вот, соответственно Ну что мы можем Только подарок какой-то дать еще Какой-то дать подарок Ну, вот и все То есть если мы не можем улучшить товар Делать какие-то подарки Но подарки обязательно Делать их ресерш тоже Я понимаю, что хочется делать подарок Который приближен к этому Товару это однозначно Но выбирайте тот товар, который реально востребован Вот этот подарок Потому что и подарки дешевые Они, естественно, в основном Но есть, на которые огромный спрос Они сами по себе продаются В очень больших кабинетах А есть товары, которые, ну просто беспонтовые Никто им не пользуется То есть вы дарите подарок ненужную Ненужную вещь На это тоже надо обращать То есть все имеет значение Нельзя говорить, что надо идти с маленьким количеством товара С большим Все зависит от вашего кошелька, бюджета и знаний То есть если у вас нет знаний Большой бюджет Ну тоже это бред какой-то Мы говорим о том, что С маленьким бюджетом идут новички Осторожные люди Это нормальная стратегия Но надо идти по стратегии А не потому, что мало вкладывать или много Если у вас средний бюджет Средний ничем не отличается от маленького Просто надо применять и выбирать Ту нишу, тот товар, который максимально эффективно Можно использовать бюджет Если у вас не ограничен бюджет Вы, соответственно, уже выбираете Те товары, те группы Которые действительно серьезные И, естественно, не надо распыляться много товаров Даже если у вас много денег Сразу тащить Потренируйтесь на одном И набьете эти шишки Потому что при вложениях Там, я не знаю Тысяча, там, пять тысяч долларов У вас будет один опыт При вложении 25 тысяч долларов Другой При, там, 25 тысячах долларов Вы можете товаром торговать Который стоит, там, в закупке 30-40 долларов Продавать, там, по 120 Да с вами ни один, там, конкурирует не может Просто кто с таким товаром будет Да никто, естественно Просто надо найти такую нишу Которая неплохо продается И где нормальный заработок Нормальная маржа Там и раздавать-то особо не надо будет Если вы будете товаром продавать Который стоит, там, ну, не знаю Ну, как нам говорят, там, сейчас уже От 20 долларов, там, до 50 Для новичков То есть, если вы торгуете товаром Уже по продажной цене на Амазоне Там, в районе до 100 долларов Ну, там уже совсем другая конкуренция Совсем другие бренды То есть, уже, там, может быть, другая проблема возникает То есть, опыт, он в любом случае разный Даже если вы будете торговать одним и тем же Похожим товаром в одной и той же группе даже И будет все равно разный опыт И конкуренты разные И порядочные, и непорядочные И отрицательными отзывами бороться надо И с всякими, там, проверять и патенты И все остальное То есть, риск, когда вы вкладываете большие деньги Действительно, надо больше проверять Именно с Амазоном разбираться По патентам По всяким таким вот моментам Пробивать вот эти Различные Сертификаты Открытые и закрытые группы То есть, у вас уже другие риски появляются При вложении 100 долларов Там, ой, там, ну, 100 долларов Это нереально Ну, я знаю точно 1000 долларов На 1000 долларов можно начинать Можно на 1000 долларов Просто шанс зацепиться На 10 тысяч долларов гораздо выше, чем на 100 долларов На 1000 долларов То есть, 1000 долларов вы купили реально За доллар товар То есть, какой-то в этом диапазоне Доставили его за доллар Предположим, 2 доллара Фи ваш будет, скорее всего, около 4 долларов То есть, 6 долларов 9,90 9, это нормальная цена Вы вложили 2 доллара Зарабатываете, получается 3,99 Получается, у вас доход 200% Не надо вот это вот Еще убивает, когда люди начинают считать С Амазону Какой-то бред вообще Кто вас вообще этому научил? Я вообще не понимаю Вы вложили 2 доллара Зарабатывает, чисто ганом Там, я не знаю 3,78 Вот 3,78 Поделитесь на 2 доллара Получит там 190% Вот ваш доход Какой рынок Сколько Амазон забрал Там потом будут другие Дополнительные расходы Связаны как минимум С хранением И, например С аккаунтом Платным там У вас будут другие затраты С рефаундами Ну, то есть, будут в любом случае Дополнительные затраты Которые вы с чистой прибыли будете тратить И в чистую у вас выходить Естественно, будет меньше Потому что тот же Если вы с пионером работаете Там, вывод, завод И за то За 5,50 Будут везде драть деньги Вокруг Амазона Сидит огромное количество Компаний Которые предоставляют Огромное количество Услуг Огромное количество И в Америке Огромное количество Есть курсов Мощных Именно курсов Которые продают вам Видеозаписи И дают вам задания Ну, конечно, это супер Я вот тоже По курсам Видео дал Никто не обратился Хотя у людей, так понимаю Есть проблемы С возвратом денег С отзывами по курсам Но никто Все молчат То есть, я так понимаю Те, кто Профукал эти деньги Им стыдно У тех, у кого хорошо Им смысла нет Ну, наверное, так Вот А по поводу того Что огромное количество Есть формат же Помощи разной Есть кто по часовой Помогает Как вот мне Бира Помогал там Ну, опять же Тут вопросов много К этому Есть Кто ведет То есть товар Одно дело Те же Ведущие курсов Лично вас Сопровождают И подсказывают Опять же В основных моментах Никто вам не будет Подсказывать Как пионер Зарегистрироваться Или на Амазане Вот А другое дело Вы будете просто По скринам Или по Каким-то видосам Тупо это все выполнять Ну, только можно Это бесплатно сделать Там, пообщавшись Или За там Я не знаю За две тысячи долларов Или три Кому как нравится Ну, в принципе, все Что хотел, рассказал Комментарии жду Лайки, дизлайки Все как обычно Подписывай, канал Вступайте в группу ВКонтакте Ну, а там Дальше будем собирать Сообщество И Двигаться Думаю, вместе Кому будет это интересно Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!